Лукашенко и компания. На этот раз самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал в Минске министров иностранных дел государств участников ОДКБ, так называемой организации договора о коллективной безопасности, среди которых Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Но у всех нас есть общее прошлое, уверен, у нас есть и общее будущее. Лукашенко то критиковал ОДКБ, то наоборот призывал объединиться. Мы должны держаться вместе. Много говорил об экономике, безопасности. Киргизстан просит нас, требует от нас как-то помочь в урегулировании конфликта на границе с Таджикистаном. Очень обоснованно это точно порой предъявляет нам претензии Армении. Ну, не буду давать оценки обоснованно, не обоснованно претензии эти, но скажу, что проблемы существуют. И очень серьезные проблемы. Среди главных топ-тем не забыл вспомнить и Украину. До сих пор флаг же Украины, мы, может, его и не выставляем, но Украина ведь официально, по-моему, не вышла из СНГ. Хотя вроде и не выходила. Жила, пользовалась определенной поддержкой, льготами и прочее. Нам надо понимать, что давить нас будут. Даже если этот конфликт закончится в Украине, нас все равно от нас не отстанут. Не выбирая слов, Лукашенко традиционно обсудил Америку. Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. Ну а дальше в ход пошли заготовки России и газовой трубе. Как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут 3-5 раз дороже? Это что такое? А потом, как говорится, Остапа понесло. Наклонили, в нужное место шило вставили и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле. Идет жестокая драка, битва, неизвестно чем закончится и дело здесь не в конфликте. Еще раз повторяю, Россия и Украина. Здесь было и о Великой Беларуси, и о Китае, и снова России. И о том, как им всем хорошо вместе. Мы когда-то мечтали, что с Китаем будем торговать 500 миллионов долларов. Сегодня миллиарды долларов. И мы потихоньку, потихоньку, мы не нагнетаем ситуацию. Даже в эти санкционные времена мы как-то с Россией вместе объединились. И видите, и Россия не рухнула, и мы не рухнули. И, как известно, эта любовь к России не случайна. Лукашенко давно не играет самостоятельной роли в своей стране. Это президент страны, которая практически потеряла свой суверенитет, продав его России. Русский язык практически вытеснил белорусский. Экономически Беларусь зависит от донатов из российского бюджета на свое существование. 50% ВВП Беларуси ориентировано на Россию. Но сколько бы не нагонял пафоса Лукашенко, эксперты называют подобные встречи и собрания фикцией. Как, впрочем, и саму организацию ОДКБ. ОДКБ – это мертвое дитя неосуществленных брачных отношений Кремля и бывших стран Советского Союза. Это плод, который никакой пользы не принес, и он себя дискредитировал. Особенно это было заметно в 2019 году, когда Армения, член ОДКБ, воевала с Азербайджаном. И, согласно правилам ОДКБ, страны-члены должны были защитить Армению в этой войне. Но этого не произошло. Реально на практике организация ничего серьезного не представляет. ОДКБ – это только на бумаге. Субтитры создавал DimaTorzok